Продолжаем тему, про которую уже говорили. То есть до этого мы с вами сказали, что практика медитации помогает наработать особый способ восприятия, то, что мы называем восприятием наблюдателя. Фактически это такое восприятие, в процессе которого человек воспринимает себя не как свой ум, в том числе даже не как свою личность. И мы уже сказали, что у этого процесса есть некие этапы. То есть сначала во время наблюдения ты вдруг начинаешь наблюдать какие-то свои эмоции, какие-то мысли, то есть какие-то проявления своего ума. И ты таким образом понимаешь, что ты не эти проявления, раз ты их наблюдаешь, то ты не эти проявления. И в какой-то момент ты получаешь возможность наблюдать свой ум целиком, который производит эти проявления, внутри которого эти проявления возникают, исчезают и так далее. И мы сказали, что возможны какие-то ловушки в процессе практики медитации, с которыми сталкивается человек. Ловушки разнообразные и в основном они касаются того, что в какой-то момент снова может происходить излишнее неконтролируемое отождествление со своим умом. В результате чего человек теряет вот это чувство осознанности, чувство присутствия и снова начинает вовлекаться в происходящее событие. Причем в какой-то момент, например, человек может застревать в своих пониманиях. Это то, что мы проговаривали с вами. То есть, когда ум становится свободней за счет состояния наблюдателя, когда ты перестаешь подавлять свой ум, он начинает в каких-то моментах активнее включаться, активнее проявляться. И у человека начинают происходить некие инсайты, некие понимания, можно так это назвать. И одна из ловушек это то, что человек может подумать, что эти понимания действительно важны, то есть они фундаментальны. Человек может подумать, что теперь-то я знаю, как оно есть на самом деле. Он может поверить в очередную картинку, которую нарисовал ум. Причем мы с вами говорим о том, что ум способен рисовать очень качественно эти картинки. То есть, у человека буквально возникает такое ощущение, что у него сложились пазлы, что он наконец-то все понял, наконец-то видит и так далее. И вот это свое некое понимание он очень часто начинает транслировать вовне, другим людям и так далее. И пытаться его применять в жизни. Это не хорошо, не плохо, это просто то, как оно происходит. И в такие моменты важно понимать, что твое понимание, любое абсолютно понимание, это просто еще одно проявление ума. Это просто еще один набор убеждений, которые сейчас себя проявили. То есть, это все тот же продукт твоего ума, которым на самом деле ты не являешься. И в процессе медитации очень важно это себе напоминать, что я не являюсь и этим пониманием, и это понимание тоже второстепенно, вторично и так далее. То есть, с точки зрения подхода школы Удаупай, мы говорим о том, что ум вторичен. У ума функция слуги, функция интерпретатора, функция помощника. И когда мы избыточно отождествляемся со своим умом, этот слуга, этот помощник, он как бы становится хозяином. И вот здесь могут возникать разного рода проблемы. Наши проблемы в жизни, с общением с другими людьми и так далее. То есть, мы можем погрязнуть в каких-то своих придуманных выводах и так далее. Но еще раз, любое понимание это набор убеждений и любые убеждения ограничены. То есть, они описывают только часть реальности, которая доступна для осознавания в данный момент для твоего ума. То есть, частично они отражают реальность, частично они ее не отражают. И поэтому очень полезно себе напоминать, что любое твое понимание, оно вторично и оно в чем-то может быть ошибочным, а может быть и не в чем-то, а полностью может быть ошибочным. То есть, можно сказать, что опыт состояния наблюдателя позволяет свой ум с одной стороны держать свободным, то есть не подавлять его, а значит человек получает возможность использовать свой ум более эффективно в каких-то жизненных ситуациях, когда он нужен. Потому что ум нужен нам, да, в социуме, в жизни вообще. Но при этом ты как бы держишь свой ум на поводке. То есть, ты все время помнишь, что ты хозяин. И то, что я называю ты помнишь, это обозначает, что ты понимаешь, что ты это не твой ум, а ты нечто большее, нечто другое. Назовем это феноменом наблюдателя. Назовем это так, что ты наблюдатель. То есть, можно это так примерно описать. Но при этом ум полезен. Очень интересно мне общаться с практикующими, с людьми, которые серьезно занимаются практикой медитации. Мне интересно, как они описывают свои внутренние процессы. И в этих описаниях виден вот этот опыт, о котором я говорил. Например, есть у меня один товарищ практикующий, в общении с которым я часто слышу от него такие фразы. Но я понимаю, что это всего лишь мои эмоции. Или когда он мне говорит, но ты же понимаешь, что это всего лишь эмоции. Или когда он говорит, но я понимаю, что это всего лишь мои мысли. Или я понимаю, что это всего лишь моя личность. Или всего лишь мой ум. И вот это очень интересное отношение. То есть, это как бы то, насколько кардинально меняется восприятие практикующего человека, который знаком с состоянием наблюдателя. Он постоянно помнит и напоминает себе о том, что ум это всего лишь. То есть, это нечто вторичное, нечто, что как бы находится на вторых ролях и должно там находиться. Когда человек не занимается практикой медитации, когда он не знаком с опытом наблюдателя, он отождествлен со своим умом, и для него ум и его продукты это не всего лишь. Для него ум и его продукты это нечто первичное, нечто фундаментальное, нечто, что ни в коем случае нельзя игнорировать, и нечто, что в любом случае всегда необходимо учитывать и что-то с этим делать. Это очень интересно. И мы говорим с вами, что практика медитации и опыт состояния наблюдателя это то, что приводит к феномену освобождения. То есть, вот это вот памятование о вторичности своего ума и о вторичности любых продуктов своего ума это вот этот самый феномен освобождения, когда ты понимаешь, что ты, по крайней мере, частично или по большей части, ты свободен от этих проявлений, даже если они тебя частично захватывают, но ты всегда можешь усилить вот этот эффект освобождения и с помощью состояния наблюдателя, и все эти вторичные процессы, они перестанут как бы на тебя влиять. То есть, это вот очень интересно, да, всего лишь вот эта фраза. Но при этом ум полезен. То есть, я не хочу, чтобы у человека, который будет слушать эту лекцию, возникло ощущение, что медитация это что-то, что подавляет или убивает ум. Это не так. И наоборот, ум получает возможность развиваться. То есть, вообще, мы с вами говорим о том, что в человеке нет ничего плохого. Все, что есть внутри нас, оно для чего-то нужно. И медитация помогает сделать так, чтобы все эти процессы происходили в нужное время, в необходимом объеме, и чтобы ты этими процессами мог управлять. Запускать, останавливать их по своему желанию, усиливать или, наоборот, делать тише внутри себя. И мы говорим с точки зрения подхода школы Удаопай, что неотъемлемое качество ума развиваться. И вот как раз таки, когда ты осознаешь себя как наблюдателя, ты позволяешь, не подавляя свой ум, ему очень интенсивно, очень мощно развиваться. То есть, он продолжает развиваться, он продолжает набирать какие-то понимания, какие-то там новые осознавания начинают возникать. То есть, все больше твоего подсознания попадает в область осознаваемого, и ум получает больше информации, которую он может пользоваться, и на основе которой он может делать какие-то выводы. Конечно же, эти выводы более эффективны, чем раньше, и так далее. То есть, скорость развития ума увеличивается у практикующего медитацию. При этом интересен еще один момент, что состояние наблюдателя, или то, для чего по-настоящему нужна практика медитации, это то, что на самом деле с большой натяжкой можно назвать развитием. Потому что, что такое развитие вообще? Вот я понимаю это слово, каждый из вас его понимает как-то по-своему. Я понимаю развитие как приобретение чего-то нового. И благодаря практике медитации, что я пережил? То есть, благодаря состоянию наблюдателя, и то, что я продолжаю его культивировать в своей практике, я понял, что к наблюдателю, к вот этому феномену, вот этого особого восприятия, слово развитие, оно слабо применимо. Потому что я не получаю ничего нового, по сути. То есть, я просто углубляю один и тот же навык, и он не новый, он один и тот же. Это не что-то кардинально новое. А вот, когда я говорю про ум, про то, что я что-то понял новое для себя, новое для себя, здесь ключевая фраза, и действительно ум развивается, это здорово, но за развитие ума не нужно слишком сильно цепляться, то есть, не нужно забывать, что ум вторичен все-таки, не нужно упираться, скажем так, в это развитие. В этом плане можно закончить, опять же, метафорой из христианства, которая мне тоже нравится, когда Христос описывает практику, таким образом он говорит, такая фраза есть, я есть, альфа и омега, начало и конец, истина и путь, лоза, ведущая к виноградарю. То есть, вот этот феномен наблюдателя, его действительно тоже можно описать другими словами, как феномен присутствия, или состояние я есть. И это действительно и начало, и, можно сказать, конец твоей практики. То есть, вот с этого момента ты, ну, можно сказать, развиваться, ты перестаешь. Или только начинаешь, наоборот. Вот. Но и перестаешь. То есть, больше ничего нового у тебя не будет. Но это самое важное. И это процесс, действительно. И только это то, что действительно по-настоящему ценно. С точки зрения освоения себя, того, что ты, кто ты и так далее. То есть, ты постоянно понимаешь, что ты нечто большее. Ты выводишь свое восприятие за пределы своего ума, и дальше, и дальше, и дальше. Вот. Поэтому, поэтому мне не очень нравится такое выражение, как духовное развитие. Потому что оно создает путаницу очень часто. Люди, действительно, думают, что речь идет о каком-то развитии, о приобретении чего-то нового, каких-то новых состояний. Но это не совсем так. То есть, идет работа с одним и тем же. Вот. Поэтому развитием это можно назвать очень условным. Наблюдатель не развивается, можно так сказать. Развивается твое осознавание этого наблюдателя. Да и то, как оно развивается. Оно углубляется просто. Это не приобретение чего-то нового. Это осознавание того, что всегда было. И очень многие люди, опять же, путают, когда они слышат такое выражение, как духовное развитие. Они под этим подразумевают процесс интеллектуального развития. То есть, опять же, я что-то понял новое. Я узнал новую концепцию. Я узнал, как оно есть на самом деле. Я там что-то новое про космос узнал, про что-то еще. Вот эти все вещи, все, что касается понимания, еще раз, к духовному развитию. Или к развитию твоего духа, иными словами. Или к осознаванию того, что ты такое, что ты есть. Не имеет никакого отношения. И это тоже важно помнить, понимать для себя. Но при этом ум полезен. Я напоминаю, да. Просто важно, чтобы ты помнил, что ты не это. Вот примерно так. Такая вот история. Потому что, опять же, да, я напоминаю, вот в прошлый раз на видео это не попало, да. Что в какой-то момент, когда ум срывается с привязи, он способен рисовать очень яркие картинки. Очень реалистичные, и у тебя возникает ощущение, что ты наконец-то что-то понял, что у тебя пазлы сложились. Я приводил пример своего знакомого, который практикует медитацию, но при этом экспериментирует с легкими наркотиками. И в момент, когда, например, он принимал эти легкие наркотики, то есть это, я говорю о марихуане, в этот момент как раз-таки ум срывался у него с привязи, можно так сказать. И начинал рисовать ему очень реалистичные картинки понимания. Как сам он потом мне рассказывал свои ощущения, он говорит, я ощущаю себя практически богом. Я как будто бы все вижу и все понимаю, и пазлы складываются. И я вижу, что и для чего, и почему. Но это впадение в еще одну иллюзию. Но при этом надо отдать должное этому моему товарищу, что благодаря все-таки опыту наблюдателя, который у него есть и был в медитации, при всех этих иллюзиях, которые себя проявляли в его восприятии, он постоянно сохранял бдительность. И когда мы находились вместе, он меня в такие очень яркие моменты спрашивал, Паша, а это что, тоже иллюзии? И это тоже иллюзии. То есть, да, у него все-таки сохранялась определенная свобода от этих иллюзорных, очень ярких, очень реалистичных картинок, фантазий, по сути. И это здорово, и это то, что важно, и это то, что нужно углублять, а не цепляться за понимание, за какое-то новое в том числе. То есть, состояние наблюдателя, его еще описывают как состояние вне концепции. Любые концепции – это продукт ума. Состояние наблюдателя – это состояние за пределами ума, а следовательно и за пределами концепций. Это не концептуальное состояние, не интеллектуальное состояние. Любое понимание становится вторичным в этот момент. Хотя на определенных этапах, опять же, понимание, оно важно, оно помогает преодолеть какие-то кризисы, продвинуться в своей практике. Именно поэтому мы сейчас с вами в том числе своему уму что-то разъясняем. Именно поэтому полезно делиться опытом для того, чтобы замечать какие-то ловушки, в которые мы можем попадать иногда в процессе практики медитации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!